Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Праздники с ограничениями. Режим работы городских служб обсудили на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Новогодний подарок для бизнеса. Обязательный аудит для большинства организаций отменили. Четыре новых вагона метро отправились в первый рейс. Вместе с пассажирами их удобство оценила глава города Елена Лапушкина. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 305 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 31 тысячи 97. Праздники пройдут с ограничениями. С 1 по 10 января самарцев ждут длительные выходные. Так называемые новогодние каникулы. Но отдыхать будут не все. Режим работы всех городских служб в празднике обсудили на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его провела глава Самары Елена Лапушкина. С подробностями Светлана Кудрявцева. В новогодние праздники работа по соблюдению всех мер безопасности продолжится. Глава Самары Елена Лапушкина на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом обсудила это с главами районов и руководителями всех городских служб. Несмотря на долгие выходные дни, для нас эти дни не являются выходными ни для нас, ни для наших сотрудников. Мы должны это со всей ответственностью понимать. Ежедневно в каждом районе Самары будут вести контроль за пациентами с COVID-19, которые лечатся на дому. Как они соблюдают карантин, проследят управляющие микрорайонами. У нас управляющие микрорайонами знают, что они должны осуществлять эти меры. На своде у нас занимается главный специалист по безопасности. То есть он ежедневно все это сводит в реестр. С управляющими микрорайонами проводят либо очный обход, либо обзвон по телефонам. Регулярно будут дезинфицировать подъезды и общественный транспорт, который в новогодние праздники будет ходить по режиму выходного дня. Все праздники мы работаем по режиму выходного дня. Единственное изменение мы 31 до 23.00 все виды транспорта, а все остальное у нас без изменений. В транспорте и общественных местах по-прежнему будут проводить рейды по соблюдению масочного режима, а также по выявлению несовершеннолетних, которые находятся в торговых центрах без сопровождения взрослых. Массовые мероприятия в праздничные дни проходить не будут. Гражданам старше 65 лет рекомендуют больше находиться дома, гулять на свежем воздухе и не посещать места скопления людей. В праздничные дни также помогать гражданам и принимать заявки на продукты и лекарства будут добровольцы. С 1 по 3 января дежурные, а с 4 января волонтерский штаб возобновит работу в полном объеме. Волонтеры будут дежурить ежедневно, поэтому всю необходимую помощь самарцам окажут вовремя. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самарскую область поступило 700 доз вакцины против коронавируса. Препарат двухкомпонентный. Вторая прививка делается через 21 день. В первую очередь прививки получат медицинские, педагогические и социальные работники. Подробнее Мэри Елчан. Врачебный осмотр перед прививкой и процедура обязательна. 700 доз вакцины эпиваккарона поступило в 63 регион. Препарат вводится двукратно. Его основное преимущество – высочайший профиль безопасности и то, что он может использоваться как для лиц старшего возраста, так и для аллергиков. В Самарской городской больнице номер 6 уже начали прививать медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора. Любая вакцинация предохраняет нас всех от тяжелых последствий. В случае, если наш организм все-таки встретится с инфекцией. Поскольку вакцина – это не скафандр, к сожалению. И если впоследствии человек встретится с вирусом, то степень реакции организма будет минимальная. И так называемый легкий вариант течения болезни. Самарская область одной из первых начала вакцинацию против коронавируса. Врачи сами не понаслышке знают, что такое ковид-19. Как болеют дети и взрослые, какие осложнения дает вирус. И почему так важно сделать прививку, защитить себя и своих близких. Препарат вводят внутримышечно, в плечо. Никакой боли и неприятных ощущений, говорят медики. Преимущественно выделяют три основные категории людей, которых необходимо прививать. Первая – это работники, их так называют. Потом вторая категория людей – это люди, которые учатся в средних и высших учебных заведениях. И третья – люди, подлежащие призыву. Мы смотрим в перспективу и вперед. У нас указано 34 медицинские организации, которые в перспективе будут заниматься привитием всего нашего населения. Это почти 3 миллиона 200 тысяч жителей. На данный момент в регионе вакцинацию прошли более 3500 человек. С началом массовых прививок список категорий будет расширен. В течение января и февраля в Самарскую область планируют завести почти 140 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Мэри Елчан, События. Маски и антисептики – сегодня это товары первой необходимости. Уже больше полугода в Самаре действует масочный режим и использование этих средств обязательно. Как при этом чувствует себя кожа и как избежать раздражений? Мария Левина узнала у экспертов. Медицинская маска стала неотъемлемым аксессуаром и верным оружием в противостоянии пандемии коронавируса. Больше полугода ношение масок – обязательное условие для нахождения в общественном месте. При этом кожа испытывает стресс. Выдыхаемый воздух остается под маской, создавая влажную среду. Из-за этого у некоторых на лице появляется раздражение. В сети даже появилось название для покраснений, вызванных маской. Акне переименовали в маскне. К нам обращаются пациенты с жалобами на раздражение и сухость кожи. Также мы часто видим проявление контактного аллергического дерматита, связанное с масками. А также обострение у людей с акне и акноморфными дерматозами. Рекомендация, помимо того, что мы должны обязательно менять маски каждые 2-3 часа, также я рекомендовала бы уделить особое внимание очищению кожи, а также использованию увлажняющих средств. Раздражение может спровоцировать и некачественный материал, например, синтетика. Самая безопасная маска, рассказывают эксперты, медицинская. Но это не отменяет во время ношения масок правильного, а главное – постоянного ухода за лицом. Один из медицинских препаратов, который эксперты называют безопасным для всех типов кожи – это хлоргексидин. Причем использовать его можно не только как раствор для протирания лица, но и как антисептик. Вещество обладает бактерицидным действием, так же, как и обычная перекись водорода. Употреблять можно на любых поверхностях, убивает массу микроорганизмов. То есть его можно считать альтернативой антисептику? Ну, можно, конечно, да. Он не обладает запахом. Мы выбрали несколько популярных антисептиков и вместе с экспертом разобрались в их составах. Антисептик нашего местного производства, да, и используется в больших организациях, насколько мне известно. Вот здесь вот стандартно в состав входит изопропиловый спирт, поскольку продукция с содержанием этанола, дезинфицирующая, она запрещена. Это безопасно для кожи? В принципе, безопасно. Но, как любой спирт, это вещество сушит кожу. Для смягчения кожи рук добавляется еще и глицерин. Производители должны придерживаться определенной концентрации спиртов, чтобы эта жидкость оказывала бактерицидный эффект. Иначе толку от нее никакого не будет. Порядка 70% спирта должно содержаться. Это оптимальный вариант. Ожог при такой концентрации спирта не получишь. Максимум, что грозит кожа, это сухость. Есть антисептики, не содержащие спирта вовсе. В этом случае его заменяют на природные фенольные соединения, которые содержатся, например, в тимьяне. Но нужно быть внимательнее, на него может быть аллергия. После нашего краткого обзора эксперт поделилась своим способом профилактики. А вот вы, как химик, каким веществом пойдете? Предпочитаете использовать? Я, как химик, мыю руки мылом. Из множества антисептиков, которые сегодня нам предлагают, найти одно универсальное, подходящее абсолютно всем, просто невозможно. Его не существует, заявляют эксперты. Самое главное, на что стоит обращать внимание при покупке дезинфицирующего вещества, это его состав. И помнить, что наше здоровье в наших руках. Мария Левна, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. В период новогодних праздников важно оставаться дома. Самоизоляция для людей в возрасте 65 плюс обязательно. Об этом самарцам, пользующимся услугами социального обслуживания, напоминают специалисты. Социальные работники несколько раз в неделю навещают своих подопечных, приносят продукты и лекарства, убирают в квартире. А теперь еще и раздают специальные буклеты. В них указаны телефоны горячей линии волонтерского штаба акции «Мы вместе», куда пенсионеры могут обратиться в случае необходимости. Ну, чтобы вот в это праздничное время наши клиенты находились дома. И мы не должны их бросать. Хотя бы социальный работник должен обслуживать их в обязательном порядке. И еще эти волонтеры тоже. Если, например, бабушке надо еще что-то отнести, то могут подключиться волонтеры. Кружка пива, бокал вина или рюмка водки. Столько рекомендуют употреблять медики за один раз, чтобы не оказаться на больничной койке. Об этом предупреждают врачи в очередной раз в канун Нового года и рождественских каникул. Чем чревато злоупотребление алкоголем зимой, расскажем в нашем следующем сюжете. Новогодняя ночь и последующие рождественские каникулы не должны омрачиться травмами, которым приводит злоупотребление алкоголем. Это переломы и обморожения. Безобидная норма спиртного, которую рекомендует ВОЗ для поднятия настроения – 20 граммов. В натуральном виде это кружка пива, бокал вина или рюмка водки. И еще от чего хотелось бы очень категорически предостеречь – это употребление алкоголя за рулем и употребление алкоголя теми лицами, кто связаны с источниками повышенной опасности. Нужно помнить, что ты можешь нанести вред не только себе, травму не только себе, а травму окружающему. На трезвую голову новогодние праздники медики рекомендуют отмечать саммарцам, у которых есть хронические заболевания, например, диабетикам и сердечникам, а также тем, кто уже успел сделать прививку от коронавируса. Мы хотим попросить наших жителей бережно относиться к своему здоровью, особенно в эти праздники, стараться не переедать и умеренно употреблять алкогольные напитки и больше заниматься физическими упражнениями – кататься на коньках, на лыжах, гулять с семьей, соблюдать социальную дистанцию и противопедемические мероприятия. В новогодние праздники стоит позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Если вы заметили пьяного беспомощного человека на улице, звоните в скорую помощь, чтобы он не замерз. Врачи окажут ему помощь и доставят в одно из четырех специализированных отделений, работающих в круглосуточном режиме при больнице Пирогова, Симашко, Седьмой горбольнице и областном наркодиспансере. Со следующего года обязательный аудит для большинства организаций будет отменен. Россияне считают самыми перспективными сферами в 2021 году IT, медицину и строительство. В России после Нового года снова заработают вытрезвители. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Курс доллара на 30 декабря составляет 73,65 рубля, евро – 90 рублей 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость фьючерсов на нефтемарке Brent на лондонской бирже выросла на 0,23% и составила 51,47 доллара за баррель. Стоимость биткоина составила 28,469 долларов. Новогодний подарок для бизнеса. Со следующего года обязательный аудит для большинства организаций будет отменен. Такой закон подписал президент. Согласно принятому документу, обязательный аудит обязаны будут проводить только организации, ценные бумаги которых допущены к организационным торгам. Фонды в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств за год, непосредственно предшествовавшие отчетному году, превышает 3 миллиона рублей. Организации, соответствующие хотя бы одному из следующих условий. Доход от предпринимательской деятельности за предшествующий год – более 800 миллионов рублей. Сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, более 400 миллионов рублей. Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, Бюро кредитных историй. Россияне считают самыми перспективными сферами в 2021 году IT, медицину и строительство. Об этом свидетельствуют данные опроса. Респондентов попросили назвать самые актуальные, по их мнению, профессии в следующем году. Около 44% проголосовали за IT, 37% за медицину и 30% за строительство. В пятерку также вошли сферы технологии искусственного интеллекта, энергетики и добывающей промышленности. Госслужбу считают перспективной только 15% опрошенных, образование – 13%. Меньше всего респондентов верят в перспективность предпринимательства и финансов, промышленности, экологии, космоса, туризма, дизайна, а также медиа и культуры. Последний вариант набрал лишь 1%. В России после Нового года снова заработают вытрезвители. Президент Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон. Согласно документу, в России органы местной власти и госвласти субъектов могут оказывать помощь лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. В каждом конкретном регионе будет установлена стоимость пребывания в вытрезвителе. Законодатели считают, что в среднем за ночь в этом учреждении нужно будет заплатить 1500 рублей. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Переход в цифру стал основным трендом уходящего года. Многие услуги стали доступны в онлайн формате. Благоприятно себя чувствовали в 2020 активные трейдеры, которые смогли заработать. Ведь пандемия принесла как рекордные падения, так и рекордные взлеты на фондовом и финансовом рынках. Ключевые события этого года вспомнила с экспертами Светлана Кудрявцева. 2020 год ознаменовался в России глобальной цифровизацией. Все мы шагнули в онлайн. И, как рассказывают эксперты, это связано, во-первых, с пандемией коронавируса и вынужденной дистанционкой, а во-вторых, с переходом на должность председателя правительства России Михаила Мишустина, который ранее поставил налоговую службу на цифровые рельсы. В этом году стало возможным оформлять электронные больничные, голосовать заочно по вопросам ЖКХ, например, выбирать управляющую компанию, заводить вместо бумажных электронные трудовые книжки. Если работник уже имел трудовую книжку, то по его согласию осуществляется переход. Для новых работников с Нового года будет осуществляться автоматическое заполнение электронных трудовых книжек. Еще одна новость полезная для автолюбителей – это электронные паспорта на транспортные средства. Плюс в том, что паспорт, во-первых, нельзя будет подделать. И еще одна из задумок этих паспортов – фиксировать дополнительную информацию о проведенных техосмотрах и о пробеге, соответственно. И хорошо, что это все-таки произошло. Плохо, конечно, что на фоне коронавируса, но хорошо, что уход в цифровизацию все равно происходит. Но это экономит наше с вами время, потому что это время мы можем тратить на более полезные вещи. А вот на мировых финансовых рынках произошли как глобальные взлеты, так и падения, говорят аналитики. Если в начале 2020 года российская валюта чувствовала себя уверенно, доллар стоил 68 рублей, то затем случилась пандемия и локдаун. В пике доллар поднимался до 82 рублей, а нефть WTI в этом году и вовсе стоила меньше нуля. Бывает, на рынок прилетает так называемый черный лебедь. В данном случае это пандемия коронавируса. Мы видели очень сильные движения как по товарным, так и по фондовым, так и по валютным рынкам. И таких мощных изменений не было на протяжении очень долгого периода. Порядка 16% рубль потерял относительно доллара. В пике это было еще больше. Мы все знаем, что примерно на 82 он находился два раза в этом году. Нефть тоже оказалась в минусе относительно начала года. Порядка 20-25% она потеряла. По прогнозам экспертов, в ближайшее время рынок будет чувствовать себя спокойно, но в дальнейшем возможны скачки. Поскольку борьба с коронавирусом еще в разгаре и остаются риски, свое влияние окажет и политическая ситуация в мире. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Четыре новых вагона метро отправились сегодня в свой первый рейс. Они были капитально отремонтированы в Санкт-Петербурге и переданы муниципальному предприятию «Самарский метрополитен». Новый поезд вмещает в себя более 400 пассажиров. Удобство обновленного состава оценила глава «Самары» Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Ольги Павловой. В свой первый рейс голубые вагоны Самарского метрополитена отправляются в канун Нового года. Жители Самары приятно удивлены. Сегодня они едут на работу в обновленном поезде вместе с главой города Еленой Лапушкиной. Замечательно, роскошно просто. И очень впечатляет. Молодцы, чудеса. От старого состава поезда остался лишь каркас. Межвагонное пространство оборудовали специальными безопасными устройствами. Внутри установили камеры видеонаблюдения и заменили сиденья. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели специальные места. Полностью новая электроника, система пожаротушения, абсолютно новая кабина, которая позволяет машинисту реагировать на все. Так что можно сказать, что остался только по факту кузов. И то покрашен, видите, в наши цвета. Соответственно сиденья также поменяли. Новые шесть вагонов модернизировали по последнему стандарту менее чем за полгода. Старый состав по истечении срока службы был отправлен в Санкт-Петербург, где произвели его полное обновление. Теперь в парке Самарского метрополитена 50 вагонов. Четыре уже отправились в свой первый рейс, а два из них оставили про запас. Вскоре из северной столицы должны прибыть дополнительные вагоны. Из них и запасных соберут еще один поезд. Запустить его планируют к лету 2021 года. Очень долго этого ждали. По лету мы запускали, вновь закупали, на этот капитально отремонтирован. Но мне кажется, они ничем не отличаются. Такие же качественные, такие же удобные, такие же бесшумные. Будущий год для Самарского метрополитена запомнится и обновлением станции метро Гагаринская. В год 60-летия первого полета человека в космос станцию приведут в порядок. Сделают косметический ремонт, очистят мрамор, обновят мозаику и освещение. Надеюсь, что мы ее, конечно, обновим. И она, конечно, заиграет всеми красками, которые задумывались архитекторами этой станции. Ремонтные работы на станции метро Гагаринской начнутся после новогодних праздников. Идти они будут ежедневно и, скорее всего, ночью, в момент отключения рельсового напряжения. Завершить их планируют до 12 апреля. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В пути за праздничным настроением. В общественном транспорте Самары в эти дни можно встретить сказочных персонажей. О людях, которые умеют создавать праздник не только себе, но и окружающим, расскажет мэри Елчан. В предновогодний день в автобусе 34-го маршрута поют песни и читают стихи. Дед Мороз и Снегурочка отправились в путь вместе с пассажирами, чтобы подарить им хорошее настроение и полезные подарки. В роли героев из сказки Варвара и Степан выступили впервые. У нас начались каникулы и дистанционное обучение закончилось. Ну и мы решили проявить инициативу и стать Дед Морозом и Снегурочкой. Когда мы дарим счастье, ходим, все люди улыбаются. Мы пытаемся поднять настроение, даже когда плохая погода. Праздничные герои вручили пассажирам транспортные карты и рассказали, как ими пользоваться. Сейчас это один из самых удобных и безопасных способов оплаты. Праздничный автобус, в котором вручают подарки, узнать легко. Он украшен новогодней символикой и снежинками. Новогодний украшенный, его, я думаю, все сразу заметят, увидят, потому что весь подвижной состав у нас белый, а он синий украшенный, с Новым годом. Я думаю, что любой желающий может прокатиться на нем и получить праздничные подарки и хорошее настроение. Жители Самары инициативу сотрудников транспортного предприятия оценили. Подняли настроение. Уходящий год нам принес много всего неожиданного. Надеемся в новом году, чтобы было все хорошо и отлично. Спасибо вам за ваши добрые отношения. О необходимости ношения масок в общественных местах напоминают даже в таком праздничном рейсе. Акция «Новогодний маршрут» стала для Самары традиционной. Транспортные предприятия города планируют радовать своих пассажиров в течение месяца. Мэр Елчан, Василий Колдашов, События. Каждому водителю по новогоднему подарку. Настоящий сюрприз для автовладельцев приготовили ученики самарских школ. Ребята изготовили тематические новогодние игрушки, каждый из которых рассказывает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Презенты торжественно подарили водителям сотрудники госавтоинспекции. Об этом расскажет Ольга Павлова. Ситуация, в которой автомобиль тормозят сотрудники ДПС, обычно не радует, но сегодняшний день исключение. Работники госавтоинспекции совместно с ДПС дарят водителям новогодние игрушки, сделанные руками самарских школьников. Спасибо большое за новогоднее настроение. Дети старались. Очень приятно. Ну, сначала неожиданно. Тут вроде ДПС и камера. Но потом, когда уже получили подарок, да, было приятно. Акция «Безопасный Новый год» – совместный проект госавтоинспекции городского центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Стартовала в начале декабря и проводилась в два этапа. На первом самарские школьники делали тематические новогодние игрушки, каждая из которых должна была рассказать о необходимости соблюдения ПДД. В акции приняли участие 159 общеобразовательных учреждений города. Игрушки очень интересные. Это и новогодний шар, и прозрачные. У нас такой был один новогодний шар, прозрачный, внутри снеговик, с знаком по правилам дорожного движения. Также вот сегодня мы подарим полумесяц. Очень интересный тоже с игрушками новогодними. Опять же, там присутствуют знаки. В конце года будут выбраны три лучшие игрушки, и победители получат ценные подарки. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Весь мир и пару коньков в придачу. Сегодня исполнилась мечта 9-летней Алисы Шмолова из Нефтегорска. Девочка с ограниченными возможностями здоровья оставила свое пожелание на всероссийской елке желаний. Открытку с просьбой подарить коньки прочитал Александр Хинштейн. Депутат Государственной Думы принес Алисе домой фигурные коньки и защитные наколенники. В этом году исполнилось уже больше 10 тысяч детских новогодних желаний. Свои мечты на елке желаний оставляют тяжело больные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Исполнить их может любой доброход до конца февраля 2021 года. Очень приятно выполнять новогодние пожелания ребятам, потому что чувствуешь себя немного Дедом Морозом. И очень немного нужно для того, чтобы ребенку пришло счастье. Алиса попросила коньки, теперь они у нее есть. Я надеюсь, что она будет кататься с удовольствием уже в эту зиму, потому что, слава Богу, лед уже стоит, на каток уже можно выходить. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя. С наступающими праздниками! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!